Сегодня также было заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который жаловался о том, что Соединенные Штаты Америки планируют убийство Путина. Если отойти от больной фантазии министра иностранных дел России и взять во внимание защиту, либо же уязвимость президента Российской Федерации, мы видим, что он там сидит в своем бункере для того, чтобы возложить цветы, который к памятнику, который находится в 100 метрах от Кремля, он едет туда на машине. Чтобы добраться до Беларуси, он поднимает в небо три самолета, чтобы запутать, в каком именно он. Как вы думаете, насколько сложной и осуществимой является задача убить Путина? Неужели дождались? Ой, извините, я не об этом хочу сказать. Вот, послушайте меня. Был такой политик в 20 веке, звали его Иосиф Виссарионович Сталин, лучший друг физкультуры. Вот я думаю, что в вопросах обеспечения личной безопасности не было более изощренного ума. Однако умер этот человек при загадочных обстоятельствах, пролежав безотносительно, какова была причина его смерти, пролежав больше суток в луже собственной мочи, без того, чтобы ему оказали медицинскую помощь. То есть он сдох, как ему и положено было сдохнуть, сдох, как собака и паршивый пес. Я к чему это говорю? Невозможно выстроить систему безопасности личности так, чтобы она была неуязвима. Вот был такой полководец русский, Суворов, который уже оставил после себя много афоризма. Так вот он говорил, оборона смерти подобной. Так вот попытка выстроить бесконечную вот эту систему службы безопасности для себя безопасить. А может быть лучше надо жить так, чтобы тебя не хотели убить? Может быть это эффективней? Думаю, что это эффективней. Вы знаете, вот приехал как-то раз римский папа в Израиль, посетил Израиль и палестинскую автономию. Когда он приехал на территорию палестинской автономии, то руководство палестинской автономии наводнило площадь, куда он, собственно, прибыл, вот там в Вифлееме, огромным количеством военнослужащих и силовиков. И римский папа спросил, а почему здесь так много охраны? Почему вы что, так боитесь собственного народа? Так вот, может быть, это все об этом? Я благодарю вас за этот ответ, благодарю за интервью, за ваши мысли и комментарии. Отдельно, конечно же, мы благодарим и Израиль, в том числе за всю ту поддержку, которую они нам предоставляют. И вам персонально тоже спасибо, Григорий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!